МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Прямой эфир». Говорим о главном для Оренбуржья здесь и сейчас. Меня зовут Вячеслав Кампе. И напомню, что смотреть нас, комментировать, высказывать свою точку зрения вы можете также на Ютуб и в Телеграм-каналах ОРТ. Собственно, итак, сегодня познакомимся с новыми видами мошенничества в интернете, чтобы при встрече пройти мимо, а не стать жертвой. А во второй части выпуска отметим Международный день КВН. Поехали! Итак, вот эту черную майку я заказал на одном из маркетплейсов буквально две недели назад. 800 рублей, 6 дней доставки, и вот она на мне. И, собственно, поэтому я решил запустить голосование и спросить, что вы, зрители, заказываете на этих маркетплейсах себе. У нас четыре варианта ответа. Вариант ответа номер один. Вы заказываете какие-то бижутерию или аксессуары, то есть самое простое, что не стоит больших денег. Вариант ответа номер два. Это, как я, майки, шорты, рубашки, то есть какая-то одежда, тоже за вполне разумные деньги. Вариант ответа номер три. Это сотовые телефоны, планшеты, мелкая бытовая техника. И вариант ответа номер четыре. Это, ну, абсолютно все. То есть вы можете заказать и холодильник, и, я не знаю, кухонный шкаф. И сколько это стоит, для вас не проблема. Чтобы проголосовать, необходимо позвонить по номеру 8 800 200 57 02. Звонок, естественно, бесплатный, поэтому голосуйте. Ну, а как не стать жертвой мошенников в интернете, будем говорить с нашим гостем Михаилом Шумила. Это оперуполномоченная МВД России Оренбургская. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Ну, наверное, первый вопрос. Действительно участились случаи мошенничества в интернет-магазинах? Безусловно, да. Отдельные виды мошенничества, к сожалению, мы отмечаем рост по ним. По некоторым снижениям, по отдельным видам идет рост. Какие риски существуют, когда человек покупает, совершает покупки в интернете? Что это за мошенничество? Что происходит? Ну, смотрите, давайте поговорим про несколько видов. Один из видов – это фишинговые сайты, так называемые поддельные сайты. То есть злоумышленники создают копию или копируют оригинальный сайт, размещают его на домене, то есть на, так сказать, сайте, где название похоже на оригинальный сайт, но может отличаться одной буквой. То есть не прямой эфир, а прямой эфир, условно? Совершенно верно. То есть обыватель смотрит и пробегается взглядом, не замечает подмены? Да, элементарно. Не замечает разницы в одной буквы, и он считает, что он находится на настоящем сайте, совершает покупку, также через корзину, через оформление заказа, приходит подтверждение на электронную почту, деньги списываются благополучно, но он через несколько дней понимает, что товар ему не будет доставлен. Ну, то есть злоумышленники в этом случае полностью подделывают сайт, то есть он и выглядит точь-в-точь как оригинальный. Совершенно верно. Все очень похоже, как бы не отличить на первый взгляд. И товар не придет ни при каком раскладе, то есть это полностью схема заточена на то, чтобы просто получить деньги. Конечно. Деньги уходят совсем в другую сторону, я бы так сказал. И, к сожалению, жертва не сразу понимает, что заказала не там или не на том сайте. И еще какие способы? Еще участились случаи мошенничества в сфере, так сказать, торговых площадок, таких как Авито, Юла, где размещаются объявления. Злоумышленники зачастую выводят свою потенциальную жертву в мессенджер, в WhatsApp, Viber, где начинают с ней общаться, вводят заблуждение и скидывают ссылку. То есть под предлогом оформления доставки или под предлогом оплаты товара скидывают ссылку. Это своего рода тоже является фишинговым сайтом. Я предлагаю сделать небольшое отступление для наших зрителей, что часть социальных сетей, которые мы называем, частично или полностью запрещены на территории Российской Федерации. Давайте использовать просто мессенджеры. То есть выводят сайтов о продаже. Да, на сторонние мессенджеры, то есть где общаются, присылают ссылку. Опять же, в названии ссылки содержится слово, похожее на сайт, где они приобретают товар. То есть интернет-площадки, там Авито, и там идет надстроечка. То есть условно, если потенциальный продавец товара, который нас заинтересовал, предлагает продолжить общение на какой-то сторонней площадке, это первый повод задуматься, что возможно это какое-то мошенничество. Совершенно верно. Тем более сейчас многие сервисы организуют свою доставку с пользой услуги транспортных компаний, где можно безопасно оформить сделку. Если вам предложили уйти в сторонние мессенджеры, предлагают оформить там какой-нибудь ссылки, либо покупку, либо доставку, еще что-то, тут уже следует задуматься. А не стоянецей вы жертвой. Как часто вообще аренбуржцы становятся жертвами вот такого вида мошенничества? То есть у нас есть какие-то громкие или свежие случаи, такие наглядные? Я бы сказал, громких, ну таких громких нет, но постоянно, регулярно граждане обращаются в районные отделы полиции с подобным видом заявлений по данным мошенничествам. Есть какая-то более уязвимая группа населения? Или когда речь идет о двойнике сайта, то жертвой может стать абсолютно любой человек? Ну если говорить про двойников сайта, да, жертвой может стать абсолютно любой. Но знаете, как бы есть целевая аудитория. Под некоторые виды мошенничества попадаются определенные возрастные категории. Интернет-покупки зачастую это молодые люди до 25 лет. Люди от 20 до 50 лет, туда уже входят такие мошенничества, как звонки сотрудников банка, выдача кредита, кредитной карты, и всего прочего. От 65 и далее это уже попадаются люди на такие уловки, как родственник попал в беду. Это уже, можно сказать, социальное мошенничество, где звонят по телефону и представляются родственниками. Ну я думаю, поговорим про эти люди еще один. Да, я предлагаю еще к этому перейти. Мне вот больше хочется, опять же, остановиться на этих двойниках и в целом на покупках в интернете. Здесь задача мошенников, я так понимаю, забрать деньги. Они для этого идут на какие-то уловки? То есть они занижают стоимость или они вообще не стесняются и пытаются максимум денег забрать? Знаете, мошенники используют все современные маркетинговые технологии. Различные акции, то есть, естественно, со скидкой. Хороший аппарат, допустим, если говорить про сотовую связь, со скидкой, цена только несколько дней. И зачастую люди попадаются на эти уловки. Люди, которые становятся, попадаются на эти уловки, они сразу обращаются в полицию или осознание происходит через некоторое время только? Вы знаете, по-разному. Некоторые обращаются сразу, как только поняли, что их обманули. У некоторых проходит какой-то период, то есть, период осознания, принятия, через несколько дней после этого они понимают, что необходимо уже обратиться. Имеет ли значение здесь сроки? То есть, понял ли я, что меня обманули и обратился через 5 минут, или осознал это через 3 дня с точки зрения раскрываемости и возможности? С точки зрения раскрываемости, конечно, сроки имеют значение. Каждый случай индивидуален, но чем быстрее мы об этом узнаем, получим информацию, чем быстрее мы начнем работать, тем больше успеха нам это принесет. Вот, кстати, вы сказали, что те, кто попадаются на эти уловки, это абсолютно разные люди. Кто-то до 25 лет на покупках, более взрослые люди на других видах мошенничества. А сами мошенники, это кто? У нас есть понимание, что это за портрет. Потому что существует же много стереотипов. Раньше мы думали, что все мошенники сидят в тюрьмах и у них там свои колл-центры. Потом вроде как стало известно, что в начале года, когда эти звонки массово прекратились, мы поняли, что они и за границей тоже, эти мошенники. Вот кто они эти? Совершенно верно. Но если говорить именно про звонки, да, сейчас большая часть звонков поступает именно из-за границы. Если говорить про мошенничество в сфере покупок, интернет-покупок, зачастую это образованные молодые люди, образованные в сфере IT-технологий, которые разбираются в этом, умеют, как сказать, создавать сайты, регистрировать их, умеют подключать туда платежные агрегаторы для приема платежей и выводить деньги. А если речь идет о сайтах, которые вы сказали, не о двойниках, а просто площадке, где люди продают вещи бывшего употребления, сложно ли здесь доказать сам факт мошенничества? Потому что это просто переписка. Человек ушел в сторонний мессенджер, мы там попереписывались, кому-то пришли деньги. Как доказать, что я действительно обязан что-то выслать этому человеку, который мне прислал деньги? Смотри, зачастую деньги уходят третьим лицам, и, как правило, вывод происходит через банковские карты. Когда мы дотягиваемся до тех людей, через чьи карты проходят денежные средства, мы узнаем, что эти люди свои карты просто продали. За сумму бывает даже меньше тысячи рублей. То есть, это сложная схема, чтобы запутать следы для вас? Совершенно верно. Все именно так и происходит. А вот этот человек, который условно прокладка между мошенником и жертвой, он несет какую-то ответственность в случае, если преступление раскрывается полностью? Если удается доказать его умысел, что он знал, что при помощи его карты совершаются мошеннические действия, то в этом случае он понесет наказание. А вообще, как часто удается доказать? Потому что, если мы знаем, что мошенники постоянно модифицируют свои способы обмана, как часто удается доказать факт мошенничества и наказать человека, который его совершил? Ну, непосредственно при задержании самого человека, который совершает эти действия. Как правило, это, так сказать, многоэпизодные преступления. Вот. И очень много остается следов. раскрываемость, конечно, не такая большая, как нам хотелось бы, но именно в те случаи, когда мошенники были задержаны, то есть была доказательная база полностью. В тех случаях, когда мы полностью раскрываем преступление, у нас есть мошенник, люди, есть ли надежда, что люди вернут потраченные свои деньги? Или это уже, об этом речи не идет? Люди возвращают, не во всех случаях, конечно же, но люди частично возвращают свои денежные средства, потому что бывает, что у мошенников имеются накопления, вот так же у мошенников есть родственники, которые хотят смягчить наказание. А сами мошенники, это люди, вот вы сказали, что это образованные люди, которые осознанно на это идут, они, ну, то есть, когда мы рисуем в себе образ преступника, он всегда такой суровый, решительный, бескомпромиссный, вот эти мошенники, они такие, или они пугаются, идут навстречу, пытаются как-то снизить в себе наказание и так далее. конечно же, да, как правило, это, я же говорю, молодые люди, вот, никто не хочет отбывать реальный срок наказания, все идут, как правило, навстречу следствию, сотрудничают, признают вину, то есть, рассказывают про все свои эпизоды. А что грозит таким людям, которые решили, вот так, срубить денег? Ну, не просто ответить сразу на этот вопрос, как бы все санкции предусмотрены в статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. А, то есть это разбег, вот и да. Совершенно верно. Вы сказали, я вас перебил, что существуют и другие виды мошенничества, какой вот самый популярный на сегодня вид мошенничества в Оренбургской области? Ну, без исключения, конечно, это интернет покупки, он есть и остается, один из самых популярных видов. Немалое место среди мошенничества занимают звонки, так сказать, сотрудников банка, которые... Но это классика нестареющая. К сожалению, да, классика нестареющая. И один, можно сказать, старый вид, но с новой силой, с новой окраской, это звонки, родственник попал в виду. Раскроем поподробнее. Зачастую являются потерпевшими пожилые люди категория от 65 лет, как правило, проживающие одни и имеющие домашний телефон. Злоумышленники звонят. Сейчас уже звонят и в рабочее время, раньше это были в основном ночные звонки. Представляются родственникам, как правило, внучка, дочка, еще кто-то. Распределены роли, то есть они играют роли, подделывают голоса, там, бабуля, я попал в ДТП, а что у тебя с голосом, внучок? Ой, бабуля, а у меня губа порвана, зубы выбиты, я поэтому так говорю. Некоторые из потерпевших говорят, что голос был очень похож, видимо создается стрессовая ситуация и они воспринимают ее так. Затем подключается следующий человек, который играет роль следователя или еще какого-нибудь представителя правоохранительных органов. Театральное представление. Да, этот звонок занимает очень много времени и сообщает потенциальной жертве, что ваш родственник в беде, по вине вашего родственника произошло ДТП, теперь нужно урегулировать вопрос с потерпевшей стороной о невозбуждении уголовного дела. Для этого нужно денежное средство. Называют различные суммы вплоть до миллиона. Как правило, у жертв нет таких сумм. Они спрашивают, сколько есть у вас сейчас. Все мы знаем, что бабушки откладывают свои похоронные средства. У некоторых бабушек по несколько сотен тысяч бывает. И они, конечно же, все по доброй воле, считая, что они помогут своему родственнику, отдают эти денежные средства. Денежные средства приходят забирать курьеры, так называемые курьеры. Еще одно лицо. Еще одно лицо, которое не контактирует напрямую со звонившим человеком. Как правило, это тоже молодые люди, которые нанимаются через соцсети. Данные люди выполняют роль курьеров, приходят, забирают денежные средства. С этих денежных средств какой-то процент забирают себе, ну, скажем, 10%. Остальные денежные средства, они, если выражаясь ихним сленгом, отгружают. То есть, они зачисляют на банковские карты, которые им продиктуют. То есть, пользуются современными средствами, средствами НФЦ, так сказать, бесконтактной оплаты, которым привязывают карту, через банкомат активируют и отправляют. А вот этот сценарий, он вообще применим, он реален в обычной жизни? То есть, может ли сотрудник полиции позвонить какому-то родственнику и сказать, принесите срочно 300 тысяч рублей, чтобы там что-то урегулировать? Это вообще возможно в жизни? Ну, я считаю, что нет. Это коррупционная составляющая. То есть, все-таки, зрители должны четко понимать, что если вам позвонили, то это, ну, в 10 случаях из 10 мошенничества и с этим связываться нельзя. То есть, сотрудник правоохранительных органов никогда не позвонит. 100%. С таким предложением. Это только мошенники. Я предлагаю подвести итоги нашего голосования и продолжить. Я напомню, что сегодня мы спрашивали оренбуржцев, какие покупки они совершают в интернете. И, собственно, голоса у нас примерно разделились, но 42% покупают одежду и обувь. Ну, с мошенничеством, когда люди сталкиваются, люди поясняют, что они покупают? Да, как правило, конечно же. То есть, когда люди приходят в райотдел, то есть, происходит первоначальный опрос, уточняется, что покупают, на каком сайте, за какую сумму. Но самое частое, что покупают? Одежду или все-таки телефоны? Это личная вещь и, как правило, электроника. Прекрасно. У нас остается буквально две минуты. Я предлагаю дать несколько советов, может быть, кратко оренбуржцам, как себя вести, чтобы не стать жертвами мошенников, будь то интернет или будь то телефонные звонки и так далее. В первую очередь, нужно быть бдительным, то есть, не переходить в различные мессенджеры, то есть, понимать, что если вас просят с одной торговой площадки перейти в мессенджер, что, возможно, это мошенники. чтобы сохранить свои деньги при покупке на неизвестных сайтах, необходимо завести дополнительную дебетовую карту, чтобы осуществлять покупки и сбрасывать деньги непосредственно перед осуществлением. А, то есть, это вообще уникально. Завести вторую карту, на которой будут деньги, денег ровно столько, сколько вы хотите потратить. 800 рублей на майку, перекидываю 800 рублей на эту карту, расплачиваю. Совершенно верно, потому что один раз попавшись на уловку, данные вашей карты сохраняются. Это все? С этим видом все. Ну, и что еще хотел бы сказать по поводу мошенничества, где зачастую становятся пожилые люди жертвами. Необходимо общаться со своими родственниками, то есть, всегда быть на связи, перепроверять данную информацию. Прежде чем отдавать денежные средства, пожалуйста, позвоните своим родным, узнайте, все ли с ними в порядке. Спасибо, Михаил, что пришли, ответили на наши вопросы. Вам остается только пожелать быть бдительными. Мы прервемся на несколько секунд и вернемся в эту студию с новой темой. Это программа «Прямой эфир» и мы продолжаем. После перерыва, собственно, до конца программы я предлагаю определить, насколько оренбуржцы веселые и находчивые. Тем более, что и дата соответствующая. 8 ноября отмечается Международный день КВН. Это игра, которая, наверное, притягивает десятки и тысячи людей на протяжении уже очень долгого времени. А поможет нам в этом разобраться легенда оренбургского КВНа Михаил Карин. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. Я думал, что после первой части программы вы представите меня как мошенника и мы выслушаем просто другую сторону медали. Ну, может быть, почему нет. Я предлагаю все-таки начать с вопроса, чем живет сейчас и вообще как живет оренбургский КВН? И вообще жив ли он? И есть ли он? Нет, оренбургский КВН жив. Это даже написано сзади вас. Нет, я писал, кстати. Оренбургский КВН жив и все у него прекрасно, все хорошо. Молодежь играет людей КВН пока что привлекает. Я имею в виду как зрителей, так и молодых игроков. Это очень хорошо. Есть у нас ну, скажем так, главный это Дмитрий Элькин и он в этом плане молодец. То есть он он сам КВНщик тоже когда-то играл и он продолжает это движение. То есть он начал делать школьный КВН, вот где я редактором тоже являюсь. То есть уже из-за школьной парты дети проявляет свой интерес к КВН. Кто-то может быть там кого-то учителя заставили, но ребенок может выйти на сцену и сказать блин, а это классно мне понравилось. И потом уже они если им все нравится, если у них нормально все получается, они уже переходят на следующую стадию Оренбургского КВН. Ну и дальше, дальше, дальше. То есть первая стадия школьной КВН. Ну да, первая стадия школьной. Также кстати в ОГУ есть ребята-КВНщики, которые тоже сделали лигу свою, просто лига она называется, и там тоже они молодежь, но уже студентов естественно постарше, они тоже приучают так сказать КВН. У них есть выезды в лагерь, где они несколько дней пишут шутки, в конце всей этой поездки они выступают, и они потом тоже идут дальше. Оренбургский КВН это мероприятие такое для любителей узких круг, или туда можно приобрести билеты, сходить, посмотреть что-то. Оренбургский КВНщики, у них есть выступление? Нет, есть, конечно, да, то есть и школьный КВН, это ну естественно это тоже выступление, концерт, грубо говоря, и турнир молодых команд, и региональная лига, все это все это происходит на сцене, и приходят зрители и смотрят, и есть билеты всегда. Знаете, вопрос какой, то есть школьный КВН окей, студенческий, я тоже еще понимаю, когда люди чем-то занимаются и параллельно играют в КВН, ну а что потом происходит? То есть есть ли куда шагнуть после этого регионального КВН? Ну конечно, конечно, то есть если, например, я не знаю, вы, Вячеслав, собрались играть в КВН, у вас есть талант, я наблюдаю за вами, я смотрю все ваши программы, и очень весело, прекрасный юморист. Нет, на самом деле, да, ну то есть если прям с самого начала брать, есть у вас предрасположенность к этому, то да, там школьный КВН, потом вы приходите в ТМК, турнир молодых команд, там, если вы побеждаете, вы переходите в региональную Оренбургскую лигу, и выиграв региональную Оренбургскую лигу, вы, естественно, едете в Сочи, то есть Сочи, это сочинский фестиваль в январе, который происходит, туда едут КВНщики со всей просто России, иногда там с других стран даже, и там происходит уже большой, большой фестиваль. Ну, и оттуда уже смотрят, если у вас классная команда, вас могут сразу там и в Премьер-лигу взять. И были случаи, когда команда, ну, очень мало поиграла в каких-то лигах, таких же региональных там или центральных, их сразу брали в высшую лигу. Были такие случаи, ну, то есть, если прям вообще классно, смешные ребята. там сидит Александр Васильевич Масляков и такой, этих я возьму. Ну, он на второй тур приезжает, там делится на несколько туров, ты, если прошел во второй тур, то на второй тур, да, он приезжает уже и смотрит, и он уже принимает решение. А, то есть, там команды со всей страны, то есть, это очень массовая такая ситуация. Да, то есть, Сочи в этот период времени превращается просто в город КВНщиков. Ну, это, ну, это очень классно, на самом деле. Это, это, это классная и школа тоже какого-то КВН, ну, и внутрикового, наверное, но это просто круто. Ну, представляю, ты приезжаешь туда и там одни КВНщики, и ты знакомишься со всеми, со всеми общаешься, новые знакомства, и видишь всех этих звезд, которые для тебя звезды. А в Сочи тоже можно встретить звезд? Конечно, туда приезжают и те, кто на данный момент играет и в высшей лиге, иногда приезжают, кстати, очень часто и люди, которые сейчас вообще с КВНом никак не, ну, просто им нравится приезжать, то есть, ну, я о таких мастодонтах, как там Харламов, ну, сейчас он, конечно, не ездит уже, наверное, но раньше он часто туда приезжал просто так, ну, чем-то там занимался. Посмеяться? Ну, может быть, да. Кстати, Михаил, ваша команда как раз-таки выступала в премьер-лиге, да? Насколько это полезный опыт? Да, у нас команда КВН Армаду доходили мы до премьер-лиги и сыграли там, ну, как, это опыт, опыт телевизионный в первую очередь, я думаю, ну, и опыт КВНа накапливается с годами. Мы поиграли во многих лигах в разных вообще, и в Краснодарской лиге, и в Северной, и где только мы не играли. Когда ты ездишь по лигам, ты набираешь опыт очень классный, хороший, который тебе потом обязательно пригодится. То есть, ну, вот это важно для КВНщика. То есть, если вдруг КВНщик такой впервые в жизни приехал в Сочи и никуда не попал, не стоит расстраиваться ни в коем случае, но это такие, это очень редкий случай. Ну, а вот, кстати, что есть КВН? То есть, мы обыватели, как думаем, ну, вот они, мы включили телевизор, вот полтора часа, ребята вышли, повеселились, и я бы тоже так смог. То есть, КВН это сложно? Да не, конечно, да, это отнимает много времени. Чтобы хорошо шутить и хорошо выступать, нужно очень много репетировать. Ну, то есть, вот условно. А играют еще и студенты в большинстве случаев, еще и учеба, и в наше время молодежь, молодец, работает еще помимо учебы, то есть, у них работа, учеба, им еще надо писать шутки, репетировать, нет, это очень много работы. Ну, вот условно, мы 7 минут выступления на сцене, вот сколько времени тратится, чтобы эти 7 минут произвести, чтобы это было смешно и забавно? Ну, я думаю, это недели две минимум, потому что вам надо написать, вам надо потом сходить даже, ну, просто представим, что команда же еще проходит редактуру, вот к нам они приходят, показывают материал, мы что-то убираем, какие-то шутки, они придумывают новые шутки на это место, где ее нет. Ну, представим, что нет редактуры, и вы умеете сразу писать. Ну, вам понадобится недели две, думаю, минимум, чтобы написать материал, чтобы его поставить на ноги, но если вы суперталантливый, то за неделю, думаю, может справитесь. Но это прям нон-стопом. Вопрос о редактуре интересный. Как я это вижу, чем выше ответственность, тем жестче редактура, то есть, чем КВН региональнее и локальнее, тем там должно быть веселее и смешнее, это так? Ну, да нет, редактура, нет, редактура чуть мягче только на школьном КВН. Вот это я, это с уверенностью могу сказать, потому что, во-первых, это дети, они некоторые, тоже, там же им помогают, им помогают какие-то молодые КВНщики или старые КВНщики помогают им писать, и некоторые дети, они только-только в это во все ныряют, поэтому, ну, важно их не отпугнуть, чтобы они продолжили, поэтому там чуть помягче, естественно, а в турнире молодых команд в региональной, я думаю, по цензуре все одинаково. Я, кстати, смотрел, готовясь к этому эфиру, интервью разных КВНщиков, и так или иначе, многие рассказывают историю, когда завтра выступление, а тебе редактор срезает целый номер, и его нужно экстренно придумать. Такое бывает? Да, было, конечно, было это у всех, это, да, тут два варианта, либо срочным образом набирать сладости, кофе, покупать энергетиков и сидеть писать, либо поднимать архивы какие-то, то есть, когда много играешь, у тебя же копятся какие-то номера, которые ты когда-то придумал, куда-то забросил, не дописал, ну, и все это вспоминаешь и пытаешься перебить, добить, и там редакторы, если они хорошие, что чаще всего так и бывает, то они ночью тебе могут тоже, да, ты им отправляешь, и они ответят. Редакторы же, по сути, это всегда бывшие КВНщики сами. Ну, да, да, это всегда КВНщики, конечно, конечно. Насколько сложно? Вообще, самый интересный случай из вашего КВНа? Да, не знаю, я так, ну, блин, мы столько играли, я вот так на вскидку, честно, я не вспомню даже самых интересных каких-то случаев, но помню, как с Беларуси меня хотели депортировать, вот, ну, прям депортировать, закрыть въезд в страну. А что вы сделали? Пошутили? Мы прошли финал с первого места в Минске мы играли, и, ну, мы отмечали, ну, честно говорю, культурно, даже не потому, что у нас телевидение, правда, мы культурно отмечали, мы... То есть вы праздновали победу? У них с этим, да, у них очень строго с этим, то есть там, ну, если бы мы здесь так отмечали, на нас даже никто бы не, даже по батареям не постучал, а там у них очень строго с этим, и поэтому приехал спецназ, реально, и в масках, и забрали... В голову коренбургских КВНчиков забрал белорусский спецназ. Да, это было бы в наших, в ваших новостях, скорее всего. Ну, кстати, да. И поэтому, ну, и они сказали, вам, мы можем вас депортировать, сейчас закрыть в страну, я говорю, вот за это. Ну, в итоге, как разрешил ситуацию? Отшутился, правда, я сказал, ну, я объяснил, показал разминку. Я объяснил ситуацию, и все, и просто им сказал, они такие, ну, ладно, ладно, типа, прощаем. Может быть, депортации, они сами шутили, и как бы решили подколоть, так, но, но, зная Беларусь, ну, как знаю я, мне кажется, они серьезно говорят. это только доля шутки. Да. А насколько было вообще волнительно шутить? Что волнительно, шутить со сцены перед кем-то из Масляковых, или шутить перед белорусским спецназом? Скажем так, лучше задать вопрос, что опаснее? Опаснее, конечно, перед Масляковым. это естественно. Кстати, вот вопрос, насколько сложно все-таки выступление подразумевает, во-первых, придумывание шутки, в этот момент ты ее несколько раз проговариваешь, несколько репетиций, прогонов, финальный прогон, когда ты потом на сцене, то есть ты по факту эту шутку произносишь там, ну, допустим, в 20-й раз. От этого не становится немножко как-то грустно? Становится, да, это называется замыливание, это есть такое, да, понятие, это когда ты репетируешь 48-й раз и поворачиваешься к ребятам и говоришь, пацаны, мне кажется, вот эта шутка, она не смешная уже, и это надо просто помнить об этом, что ты замылил уже ее и просто отпустить эту ситуацию. Просто нужно вспоминать, что когда ты показывал ее на редактуре там в первый раз и посмеялись редакторы, все, помни о том, что зрители увидят первый раз. Это всегда, да, это болезнь. А насколько среда КВНчиков, она конкурентная? То есть, когда вы приходите, приезжаете на какое-то выступление и, ну, на ваш субъективный взгляд какие-то ребята выступают, ну, намного лучше, смешнее, сильнее, но судьи почему-то отдают победу вам. Есть такое, что, ну, наверное, не заслужил? Ну, или основная задача всегда победить? Ну, нет, задача в любом случае победить. Ты должен настраивать себя только на победу и, ну, обидно бывает всегда. Просто, просто есть, есть КВНчики, которые свою обиду проявляют прямо со сцены, ну, ну, обижаются прямо на сцене, когда все видят, а есть, которые не проявляют. Махмол рукой и ушел. Ну, да, 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 махнул рукой или там, что-то кинул со сцены. И, ну, а так, просто нужно знать, что это жюри, все, ну, что ты сделаешь? Это как спорить, ну, в институте, вы, Вячеслав, учились в институте, скорее всего? Конечно. Разработать на телевидении. Ну, все же знают, с преподавателем спорить бесполезно. Как бы ты прав ни был, ты ничего никогда не докажешь. Вот и все. И судьбой КВНа так же. Так то же самое, что ты докажешь? Ну, поставили тебе оценку, все, уже зафиксировано, не будет никто перематывать назад и говорить, эх, вот этих засудили. Все-таки та шутка была смешной. Да. Когда речь идет о КВН-чиках, вы сами перечислили, там, Харламов и так далее, это понятно, на что они живут, вот что я хочу, к чему хочу подвести. Вообще, в КВН-е, в региональном есть деньги? То есть, можно заниматься только КВН-ом? Или это всегда, как, скажем, дополнительное хобби, увлечение? Да нет, это хобби, это хобби. Конечно, когда ты только начинаешь, в любом случае, все затраты на тебе. То есть, реквизиты и поездки какие-то, ну, поездки, там, по городу туда съездить, сюда собраться где-то, поесть, купить там, все это только из вашего кармана. Но если вы только не нашли спонсора какого-то, но спонсоры, как правило, на местный КВН, ну, им это особо не интересно, да, да, да. Ну, если только прорекламируют этого спонсора в зале, где-то баннер там повесит, они обычно появляются, когда ты уже попал куда-то, в другую там. Ну, вот, а когда? Когда ты едешь в Сочи, условно, ты еще едешь все за свой счет? Вот, в региональной лиге дают приз, дают первое место, 100 тысяч получает команда, которая заняла первое место, и эти 100 тысяч, они тратятся именно на проживание, на гостиницу, ну, на гостиницу, на проживание, понятно, ну, там, оргвзнос, и все такое. Второе место, там тоже денежный приз, я не помню сколько, не буду врать, но там тоже деньги. Ну, и все, третье место бывает из жюри, кто-нибудь на кураже, на новогоднем, и может... С барского плеча. Да, с барского плеча, там, ну, тысяча две подавится. Вот. Да нет, ну, ты волей станешь веселым, и находчивым. Нет, конечно, больше, я шучу, но бывает и такое, но первое место 100 тысяч, да, и второе, по-моему, 80 или 60, я не помню, не буду врать. Насколько вообще опыт КВНа, ну, на личном примере конкретном, полезен, пригодился в будущем? Да, пригодился, конечно, мне он очень пригодился, мне, ну, мне всегда интересовала сцена, я всегда любил за кулиси, мне всегда нравилось знать, что на кухне творится, поэтому, поэтому я по этим стопам и пошел, а потом это пригождается, ну, в первую очередь, когда, наверное, ведущим становишься, свадеб, большинство же КВНчиков свадьбы ведут, какое-то время я этим занимался, это было тоже классно, ну, и это помогает, даже зарабатывать деньги, это же потом помогает, становишься ведущим, начинаешь зарабатывать деньги, потом какие-то сценарии кому-то нужны, к тебе опять все обращаются, «О, ты же играл в КВН, давай, придумни что-нибудь смешное», ну и все. Вот, кстати, всем, кто шутит, это же, наверное, очень часто сидишь за столом, здесь бабушка, мама, давай, Миш, ты же КВНчик, шути. Да, 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 это, конечно, это никто не любит, это, ну, так нельзя, давай, ну, с хирургом можно сидеть, давай, прооперируй меня, вот, перед телевизором просто сидишь, поэтому, вот так вот. Ну, то есть, когда шутки по заказу, это не про КВН. Да, конечно, конечно, это, ну, ты сразу внутри выстраиваешь какой-то барьер, ты думаешь, блин, нафига вы это, зачем вы просите меня об этом, и, и автоматически у тебя сразу все блокируется, даже, ну, вот, кстати, опять же, существует стереотип, что большинство тех, кто задорно, весело шутит на сцене, в жизни, спокойный, из него не выдавишь никакой эмоции. Ну, кстати, чаще всего КВНчики, вот они именно такие, они спокойные, ну, они шутят там время от времени, но вот не такие, они прямо вот на движниках, каждую секунду шутка, какая-то прибаутка, потому что, когда ты варишься в этой каше, ты постоянно юмор этот слышишь от других, когда ты там редактируешь, и все такое, и ты, ну, не такой прям, ну, в спокойной обстановке, я имею в виду, если вы в компании сидите, то КВНчик, любой, конечно, душа компании, ну, конечно, будет шутить, ну, не постоянно, но в меру, я имею в виду, да, а так, серьезно, если то серьезно. А не было такой проблемы, условно, там, я не знаю, в 17, 18, 20, до 25 лет, когда родители или какие-то родственники говорили, ну, что ты занимаешься, Миша, это же... Да нет, это у всех по-разному, у меня не было, у меня не было, у меня всегда, как бы, нормально относились и родители, и бабушка, ну, вот. Бабушка только говорила, что вы пишете, вот газета, вон, возьми какую-нибудь шутку переделай, и все, и нормально будет. Вот. Она предлагала воровать шутки? Ну, да, она говорит, а зачем вам писать новые, если уже есть шутки? Ну, вот, единственное, что, да. Кстати, бабушка тоже была редактором КВН, да, и поэтому так, и поэтому нет, не были против. У многих, да, родителей, у нас в школьном КВН несколько, я помню, таких ребят, которым родители реально запрещали играть, и парень втайне, втайне ходил, короче, на репетиции, втайне играл, там, когда он до финала дошел, у них хорошая команда была, и он такой начинающий актер, прямо он такой смешной, забавный, и он втайне от родителей ходил на репетиции, и даже играл в КВН. И, Байл, чем от тебя пахнет КВН? КВН, это другие шутили, я не шутил. У нас остается буквально полтора минуты, вы уже сказали, что оренбургские КВНчики выступают и собирают залы, мы договаривались, что разыграем билеты на это мероприятие, как будем разыгрывать? Ну, я думаю, разминка, самый подходящий конкурс для данного мероприятия, разминка, да, я просто задам вопрос какой-нибудь, и зрители, которые смешно ответят, и пусть заберут билеты. Так, сколько билетов будем разыгрывать? Четыре. Мы разыгрываем четыре билета, разминка подразумевает какую-то водную конструкцию, то есть, что мы будем, на что мы будем шутить? Ну, обычно, что-нибудь актуальное, у вас, у вас разговор шел о мошенниках, давайте, давайте про мошенников вопросы зададим. Так. Нет, вы, нет. Я за. А, просто за, я должен, ладно. Нет, давайте. А ты КВНчик, я не понял. Может, вы тоже, я не знаю. Так, давайте, что, что нужно сказать мошенникам такого, чтобы они вам больше никогда не звонили? Ага. Вот это наше сегодняшнее задание, то есть, после того, как закончится наша передача, переходите в социальные сети телеканала ОРТ, в Телеграм, во Вконтакте, вообще, куда угодно переходите, там будет пост, и в комментарии нужно придумать добивку к этой шутке. И, соответственно, самый забавный вариант, по мнению Михаила, получит четыре пригласительных билета на ближайший концерт Оренбургского КВН. Экспром-то, может быть, что-то сами добьем? Ну, давайте, давайте вы, я же редактор, я должен редактор. Что нужно ответить мошеннику, чтобы он от вас отстал? Нужно ответить, что программа подходит к концу, у нас остается буквально пять секунд, чтобы попрощаться. Вы смотрели прямой эфир, увидимся в четверг, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова